Приветствую вас, меня зовут Началов Игорь, и это будет эфир диагностики. Ну, как диагностики, мы будем говорить с участницей, у которой есть проблема с раком груди, с онкологией груди. Мы будем говорить с участницей сейчас, пытаться понимать вместе с ней, что такое происходит в ее жизни, что она не может с этой историей до конца разобраться, где буксует и так далее. Участницу зовут Татьяна. Татьяна была участницей недавнего потока по практической психосоматике. И что-то изменилось, что-то не изменилось. И на мой взгляд, мне лично, история с Татьяной интересна тем, что вот такой пример, когда человек, на мой взгляд, как я это вижу, сейчас Татьяна нам расскажет, как она это видит, на мой взгляд, человек, когда женщина, получается, не может совершить некоторые внутренние сдвиги, что ли, для того, чтобы выйти из ситуации, порождающей конфликт. Ну что ж, пока прозрачно звучит, да, непонятно, пространно, пространно звучит, непонятно. Ну что ж, давайте вызовем Татьяну. Вот, Татьяна, пожалуйста, помаши мне рукой, мы с тобой сейчас соединимся. Вот, и, соответственно, я тебя добавлю. Покажи, что ты здесь. Татьяна у нас сейчас на данный момент живет в США, и у нас большая разница по времени. Да, Татьяна, приветствую тебя. Я включил, давайте сейчас разговаривать. Если вы посмотрите... Татьяна, приветствую тебя. Да, здравствуйте, как слышно меня? Слушай, я тебя слышу хорошо. Настраивай, пожалуйста, так, чтобы еще видно было тебя хорошо. Ну что ж, если посмотреть на твою страничку в Инсте, значит, ты достаточно эффектная, красивая, цветущая женщина. Я бы даже сказал, в таком стиле американском, так сказать, голливуд-стайл. Вот, а-ля, и вот бабах, и ты живешь, живешь, живешь такая, и вдруг у тебя вот возникает такой вот этот диагноз. Значит, я-то много знаю, я-то много понимаю про наш с тобой историю. Мы с тобой работали, взаимодействовали, и я все помню. Помню, как ты написала это сообщение о том, что у тебя там как бы не получилось, да, с ребенком. И я такой завис, думаю, боже мой, значит, а как же тут быть? И я пока завис, мне как раз говорят, девчонки, а давайте, давай с Татьяной встретимся онлайн. Я такой, отлично, давай. Вот, значит, расскажи пару слов. Во-первых, значит, давай, в каком ты, первое, что меня интересует, в каком ты сейчас вообще пребываешь в психоэмоциональном состоянии? В целом, как твое настроение, состояние, где твои мысли, как ты живешь? Вот это общо для того, чтобы понять вообще, чтобы не переходить сразу к делам, а в целом узнать про тебя как про человека, что сейчас с тобой вообще. Слушайте, ну, на самом деле, знаете, как состояние такое зачастую, как маленького ребенка, знаете, вот, не пустили погулять, как бы все трагедия, как бы все плохо, да. Потом получил двойку, как бы все пропало, всю жизнь закончилась. Получил конфетку, как бы все, счастье полное, как бы, да. Вот какие-то вот такие вот истории, причем я себя так отлавливаю, да, вот. Вот, и понимаю, что, ну, вот там какие-то обиды там на врачей, еще на что-то, вот. И понимаю, что все это, ну, это все во мне, да, то есть картина вообще, вот как она мне кажется, это во мне, это не во внешнем мире, это вот как бы внутри, да. То есть я способна менять эту картинку, эти декорации, эту ширмочку, да, перед глазами, вот. Вот, и вот таким образом себя отлавливаю. По поводу настроения, вообще еще, как бы, вот эти таблетки, просто гормоноблокаторы, да, они дают такой эффект, как бы, что хочется, знаете, как бы, ну, и все. Вот, и... Не понял. Ну, как бы, таблетки, которые блокируют гормоны, они на самом деле блокируют нормальное настроение. Меня изначально врач предупреждал о том, что, ну, как бы, ну, вполне возможно, что... Депрессивное состояние. Да, они вводят меня в депрессивное состояние. Вы знаете, с этими таблетками такая история, что... А они блокируют что? Они блокируют эстроген и прогестерон вместе, что ли, или что? А, нет, по-моему, они блокируют эстроген, если я не ошибаюсь, у меня и то, и то, и другое, да, гормонозависимый. Но я так понимаю, что только такой препарат мне могут на данном этапе дать. Но, как бы, я сейчас и его уже не принимаю. Вот. И этот препарат, он действительно, меня, знаете, немножечко незаметно так просто грустиночку такую дает. Потому что я как-то помню, что я случайно, типа, его забыла в очередной раз. Я поехала в Вегас на выходные, и, как бы, у меня было прекрасное настроение. И потом я вспомнила, а, так я же не унылое говно, потому что у меня таблеток с собой нет. Вот. Со мной можно, как бы, коммуницировать. Вот. А иначе, как бы, под этими таблетками через какое-то время я просто такая немножко down. То есть, да, как бы, я такая, ну, типа, да, там что-то происходит, как бы, ну, ничего веселого. Вот. И так вышло, что, как бы, потом я уезжала в отпуск, и как-то вот так, по сечению обстоятельств, эти таблетки я не получила, что-то перепутали, нету рецепта. Потом я сказала, что он там есть, но его не нашли. Как бы, эти таблетки я не принимаю уже два месяца, и на данном этапе у меня появилась вторая опухоль. Ну, как бы, вторая, она, как бы, третья, но про которую здесь прощипывается, она, получается, вторая. Вот. И, как бы, ну, получается, пару месяцев, да, я не принимаю таблетки, и я все-таки пошла в эту аптеку поискать еще раз эти таблетки, их все-таки там нету. К своему врачу я больше не пойду. Вот. Я, как бы, хочу к другому пойти, но я уже так только хочу. В общем, у меня туда не несет, понимаете, вообще не несет к этим врачам, и я все-таки считаю, что нужно к себе тоже прислушиваться и искать дальше того врача, который, с которым мне будет нормально. Ну, вот по курсу было лучше. Извини, 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 пожалуйста. Давай, я сейчас буду сам немножко тебя спрашивать, направлять, так, чтобы это было немножко структурно. Окей, давай расскажи пару слов, как сейчас на данный момент звучит диагноз, то есть. Уточняй, пожалуйста. Так, рак груди, но поставили вторую стадию, но тогда было 2 опухоли, да, всего, 2 узелка было. Сейчас появился третий, поэтому, возможно, они... Это все в какой груди, левый, правый, напомню, пожалуйста. Все в левой, да. Все в левой. Значит, напомню, пожалуйста, протоковый, по-моему, да? Да, протоковый, все верно. Протоковый. Значит, есть такая история, знаешь, про протоковый, что как раз-таки... Я сейчас не буду говорить, значит, с точки зрения обнадеживания, но с точки зрения логики появления узелков при протоковой форме, да, это скорее говорит о том, что мы имеем дело со второй стадии, да, со второй фазой, со второй фазой этого цикла, да, потому что в первой фазе, наоборот, происходит изъязвление для как бы для расширения протоков. А вот когда мы переходим в аготонию, расслабление, то есть частично нервный конфликт закрывается, тогда возникают эти узелки, причем при протоковой форме они возникают достаточно, быстро, а при, значит, железистой форме они возникают медленно, постепенно, да, то есть раз, там, женщина просыпается, и вот утром может обнаружить там этот узелок, там, достаточно быстро он образуется при протоковой форме, потому что там блокируется проток и скапливается. Значит, это так, я тебе просто хочу сказать, вдруг это тебе дополнит картину, потому что в любом случае в этой ситуации необходимо держать руку на пульсе с врачами. Я тебе всегда говорю, говорю, повторяю, буду повторять. Вот, но и как бы доверять себе, это, конечно, твое дело, но... Ладно, теперь лирика. Значит, теперь факты. Давай на данный момент, вот... Чего бы я хотел сегодня с тобой? Мне бы с тобой было бы интересно понять, что, так сказать, до сих пор может оставаться внутри тебя, как энергия конфликта, которая, соответственно, не дает тебе эту историю завершить. Успешно, хорошо. Почему твой мозг до сих пор может оставлять вот эти вот рецепторы на клетках, да, к эстрогену, там, к прогестерону, вот. И продолжается этот процесс. То есть, как будто бы остается энергия конфликта. Вот. В связи с этим вопрос. Тебе, чтобы вот ты сейчас сказала и другим, там, участницам сказала, как ты понимаешь сейчас на данном этапе, что есть причина того, что с тобой это случилось. Сколько тебе сейчас полных лет получается? Напомню. 33. 33. Вот живет Татьяна, исполняется ей, грубо говоря, 33 плюс-минус, да, и у нее возникает в жизни вот эта история. И чтобы не рассказывать, что такое вот протоковый рак, просто ты скажи, что ты сейчас понимаешь, почему у тебя эта история случилась. Вот как ты это по-простому себе объясняешь? Слушайте, ну, изначально, да, у меня там маленькая опухоль возникала, я, в принципе, мне как бы не надо было ничего открывать, мне было понятно, что не могу прижать к груди, да, своего ребенка. Вот, то есть конфликт того, что я на расстоянии нахожусь, и на данном этапе почему опять, как бы, да, какой-то узел появился, потому что опять, как бы, я через эту историю прохожу, что у меня не получается ничего сделать, да, то есть я, как бы, подала там на визу, как бы мы на визе отказали, ну, причем, вы знаете, как? Такая стоимость сделать даже не точно. Извини, пожалуйста, я сейчас ремарку сделаю, добавлю, потому что я-то знаю, а другие не знают. Татьяна, еще раз говорю, Татьяна живет в США, а ребенок в России, соответственно. И сколько так лет уже? Ну, не лет, как бы, полтора года сейчас получается. Полтора года. Вот. И, получается, конфликт даже не в том, что физически его нет, а конфликт в том, что, знаете, когда вот эта история с визой происходила, и был назначен на собеседование на тот день, и я, как бы, вот себя так поймала на мысли, что я говорю, ну, Вселенная, я не знаю, как лучше, вот сделай как надо, да, то есть, ну, как бы, вот просить, чтобы, да, у Вселенной, чтобы дали, как бы, ему визу или нет, я не могла, то есть, потому что мне было непонятно, что я представляю, что если он приедет, как бы, у меня накатывает немножечко тихий ужас, что мне, как бы, а что делать-то, да, надо что-то делать, как бы, по-другому. Ну, вроде я и хочу, но вот он конфликт, да, вот я вроде бы и хочу, чтобы он был рядом, да, но как это организовать, то есть, как бы, жить с ним я не умею, получается. Поэтому вот, наверное, здесь самый основной конфликт, даже не в том, что он там физически на расстоянии находится, да, а именно в том, что я не могу этот совместный быт и совместную жизнь организовать, то есть, во мне вот спорят, как бы, да, вот два разных существа, какая-то свободная женщина и мать. Отлично. Давай сейчас обозначим, возьмем и разделим пополам страничку, на которой вот я себе пишу. И с одной стороны мы в столбик напишем, значит, с одной стороны мы в столбик напишем, мой ребенок не получает заботу. Конфликт гнезда, значит, это у нас, как бы сказать, конфликт гнезда, это в целом про защиту и безопасность своего потомства, способность, ну и плюс про токи, это способность доставить. Вот когда, когда есть, когда есть проблема, связанная с тем, что я не могу, есть, есть условия расстояния, то есть, есть какое-то расстояние. Если я не могу доставить ценный ресурс, любовь, забота, внимание, ну-молоко, да, то есть, и фиксирую, что кто-то страдает из-за этого, посылает сигнал, ну или я там чувствую, что ему больно, одиноко, отчаянно, печально, незащищенно и т.д. И здесь условия расстояния, то тогда мозг начинает решать эту задачу, через изменение ткани того органа, который отвечает за доставку, в данном случае про токов. Вот, и вот в левом столбике я пишу, мой ребенок не получает чего-то там, да? А это, внимание, это вызывает биологическую реакцию в твоем теле. Биологическую. То есть, здесь сама природа такая говорит, этот, этот мотив, и этот мотив для меня, как для биологии. То есть, представим, что вот Татьяна, Татьяне 33, у Татьяны есть мировоззрение. Взяли это мировоззрение, посадили вот в это тело, и это мировоззрение такое едет в этом теле, боже мой, как клево жить в этом теле с таким мировоззрением, да, тра-ля-ля, тело такое берет и говорит, ну, вообще, я биологик. Ну, вообще-то, я как бы эволюция, у меня сигнал поступает о потомстве. И мировоззрение такое, в виде сознания Татьяны такое смотрит, ой, а что ты страдаешь-то? Тело там, как бы, тело такое говорит, ну, как бы, извини, миллионы лет, как бы, мы так размножались, да, воспитывая потомство, и продолжая там генофонд, как бы, биологического уровня стресса, то есть, выживательного потомства, то есть, глубина, да, там потребность биологическая, выживет, не выживет потомство, благополучие потомства. Хорошо. А если мы перейдем во вторую часть этого столбика и посмотрим второй мотив, который ты говоришь, я, ну, там, тихий ужас, я не знаю, как жить, да, а здесь, какого уровня потребность за этим стоит? То есть, когда ты говоришь, я не знаю, как жить, ребенка привезу, там, дай бог все, или ты приедешь к нему, не знаю, как это все, боже мой, вот этот момент, давай попробуем, вычленим эту потребность, что это такое? Я не знаю, как жить. возвращаемся к тому, что ребенок равно тюрьма, что не будет свободы, я не смогу там, у него будет школа, я не смогу там поехать внезапно куда-нибудь там отдохнуть, да. что такое для тебя, ну, значит, слово тюрьма, оно такое заряженное, эмоционально заряженное, и вот если бы психолог слушал твой рассказ, он бы, он должен был сразу обратить внимание на это слово, потому что оно однозначно говорит о неком прошлом опыте твоем, да, который, похоже, здесь подтягивается из прошлого к этой истории, и как будто бы, если расшифровать это слово, да, тюрьма, я, вроде ты говоришь понятные вещи, я не смогу, свободно, куда-то, что-то там, но за этим еще есть какая-то потребность, давай посмотрим еще раз, и тогда я не смогу, что? Если я не могу, какая моя история нарушится? Нарушится история того, что я там буду, не знаю, ходить на свидание, там, ездить куда-то, быть свободной, да, то есть мне надо будет, я буду привязана к дому, я буду привязана к ребенку, буду привязана к школьникам. Зачем тебе быть свободной? Вот здесь уточняй. Ты вот, это очень важная ценность, потребность, да, а слово понятно, а зачем эта свобода, то есть для какой еще потребности дальше, если туда идти? Ну вот, мне всегда нужна была свобода, я из дома убегала, когда я там ребенком была, вот, и потом рассказывали, что вообще, это вообще, я не помню, что бабушка вообще меня ловила там, я все время пыталась убежать куда-то. вот потребность в свободе, как, ну не знаю, вот есть же у меня вот этот вот страх, там, завести отношения, да, что я тоже буду несвободна, что я буду в клетке, вообще, в принципе, отношения, видимо, у меня равно какая-то созависимость в голове, вот, и мне хочется... То есть я потеряю возможность завести отношения? Ну, как бы я потеряю возможность завести много отношений, а не одни отношения, да, то есть нужно будет определяться, ну вообще, короче, я не знаю, у меня вот здесь у меня хаос наступает, да, видите, у меня на стенках тоннель немножко колбасы, албас у меня взялся, ну, я даже сейчас не очень понимаю, я сходу сюда действительно, я действительно слышу, что здесь ты теряешься, а я все равно буду пытаться понять ты тогда, что ты здесь говоришь вещи, пока что, которые звучат так. Да. Сейчас перевожу то, что ты сказала. С одной стороны, я хочу, биология говорит, верни ребенка в дом, а внутри у меня запись, дом это тюрьма, и я там в доме, имею такую условно-рефлекторную память, которая делает очень высокий стресс, и там появляется система свободы. То есть, как будто бы, если я беру ребенка, то я туда, в прошлое, в ту модель. вот, и ты, то есть, вот смотрите, я честно, честен с тобой был с самого начала, да, как мы с тобой начали взаимодействовать, я тебе сказал, вот эта левая колонка, которую я тебе написал, где биологическая потребность, чтобы ее удовлетворить, чтобы ее закрыть, это ведь очень простые вещи, да, то есть, мне необходимо получить сигнал о том, что мой ребенок достаточно защищен, достаточно, достаточно заботы, и т.д., и т.д. Потому что твой ребенок, насколько мы с тобой взаимодействовали, прямо или косвенно, дает сигнал, обратную связь, о том, что у него есть очень сильные чувства, там, обида, у него, он может быть там недосмотрен, или что-то, что-то, я вот так образно помню, да, что там происходит, то есть, боль твоя, сердце-то болит здесь, о том, что он там один, вот этот биологический сигнал, и чтобы его закрыть, есть самый простой путь, вот биологически, да, самый простой путь, там, берется билет, и нахрен, вот, мы, сейчас, подожди, я не говорю тебе, что надо сделать, я не буду учить тебя жизни, ни в коем случае, мы с тобой оба это держим, это знаем, да, то есть, но это сопряжено для тебя с тем, что рухнет все, что ты строила, на что ты ложила силы, все идеи, мечты, и т.д., и т.д., и на данный момент, как будто бы, я все равно вижу, Таню, которая застыла между двумя этими мирами, да, ты сделала очень большое усилие, ты пошла на то, чтобы все-таки привезти ребенка, сделать ему визу, но визе отказать, и как это какая-то магия, да, такая, ты сказала, пусть, как ты сказала, пусть, пусть будет так, как лучше, да, вот, теперь скажи, почему так лучше, что за прикол? Ну, так проще, вы знаете, всегда же проще, вот, как есть, правильно, ничего не менять, там, как бы, вот, сидел, сидеть проще, чем встать, как бы, и пойти, правильно, вот, поэтому вот так, но здесь, действительно, то, что вы говорите, это откликается, правда, дом, тюрьма, вот, и то, что вы говорите, даже на Таро мне уже сделали расклад, что если я вернусь в Россию, что ничего хорошего не будет, то есть будет нормально, но моё психологическое состояние будет очень плохое и угнетенное, да, и это правда, я буду, я реально так и буду, там, да, то есть у меня нет там ощущения свободы, сейчас еще это наложило, да, с обстоятельствами, которые происходят, да, в мире, вот, и я чувствую, как бы, себя вообще не свободной, вот, там, и, ну, понимаете, да, то есть вот ощущение будет нехорошее, то есть я сейчас, вот у меня равно, как бы, получается, Россия равно несчастье, да, вот, пока так. Вот она, да, вот эта дилемма внутренняя, вот сейчас, если убирать суть, описание, то вот получается, что на данный, получается, в чем тогда твой выбор сейчас, вот такой вот, выбор понятен, выбор понятен, выбор, если мы, если кто-то не знает, ты, я напоминаю всем, если вы хотите узнать, какой человек, человек сделал выбор, не слушайте его, а посмотрите, что с ним, где он, и что он делает, без слов, вот, и в этом смысле, мне твой выбор, он непонятен, знаешь, чем, понятно, что ты выбираешь оставаться, но это принятие фатальности, или это такой осознанный выбор, то есть, это вот как бы я по течению иду, что будет, или я здесь автор этого выбора, вот тут такой вопрос у меня, вот между двух этих историй, я считаю, что если бы я бездумно поехала бы в Россию, то это было бы по течению, потому что это от пути наименьшего сопротивления, знаете, как бы там все есть, да, спокойно приехал, как бы вот жюри, родственник там поддержит, еще что-то, а оставаться здесь, это выбор себя, да, вот когда говорили, мне пришло в голову, что это выбор меня, да, выбор себя, потому что мне здесь хорошо, мне здесь хорошо, да, может быть, другим не очень хорошо, что я здесь нахожусь, но извините, как бы мне здесь классно, а там мне будет плохо, я это знаю, и это просто осознанная выбор себя, вот такой вот, какой он есть. Хорошо, все, окей, пока стоп, и тогда у меня к тебе вопрос, вот все, мы где-то, к примеру, прояснили положение, ну, развесовку, да, ситуации, отсюда у меня, ну, тут приходит человек, например, вот с такой развесовкой, и говорит, я хочу, чтобы мой симптом ушел, и вот у меня вот такая развесовка, такой внутренний конфликт, и я такой сижу, думаю, елы-палы, что же здесь делать-то, и в связи с этим у меня к тебе вопрос, а чего ты хочешь внутри вот этой ситуации, вот, например, мы с тобой встретились, да, да, о чем бы ты меня, ну, как специалиста, попросила в этой ситуации, вот, дай мне задание, да, как вот психологу, что надо, куда идем, что делать будем, ну, не в смысле, что делать, это я буду говорить, да, а, что ты хочешь в этой ситуации, в таком, при таком положении делал, вот мы, допустим, его прояснили, я пойму тогда хотя бы, как ты, что ты хочешь, что ты видишь, чтобы я самодетом с ним занимался, сформулируй, пожалуйста. А что я хочу? Да. Вот я, помните, вам сказала, что эти, можно мне, пожалуйста, этих веселых Роджеров на цветочки поменять, как бы, и все закончится на этом, вот так вот, если бы можно было, как бы, я бы так хотела, да, вот, просто, как вот, а знаете, кстати, вот сейчас у меня в голову какая-то пришла история, вот как опухоль, да, можно просто оперировать, вот ее убрать, выбросить, да, и вот то же самое, мои вот эти вот какие-то гонялки в голове, да, вот этот вот бред, который вот такой вот, как слепой ежик, да, вот там чего-то пытается понять, чего ему там хочется, вот точно этот вот бред, вот точно какой-то опухоль, вот так вот как бы убрать, вот так вот оперировать, убрать ее, его так вот как бы выбросить и забыть о том, что она когда-то существовала, да, и чтобы у меня был такой, вот, знаете, pure mind, как бы, вот, чтобы я вот, у меня не было каких-то отсылок вот этих, знаете, эсерий, там, что моя бабушка вдруг там в моей голове тюк мне по башке, там, нет, ты должна быть несчастливой, там, нет, ты не должна строить семью, там, семья — это тюрьма, там, да, чтобы у меня, вот, знаете, было удалено с моей головы, а там были цветочки, вот. Это в идеале, что хотелось бы, и опухоль тоже, чтобы туда же как бы ушла, и там были одни цветочки. Да. Можно так сделать, пожалуйста? Ты сейчас вот, когда меня, ты сейчас это, когда мне вот говоришь, скажи, пожалуйста, это отчаяние, что ли, уже, или что это такое? Ну, как бы, нет, это бизнес-план развития. Но я не знаю, а что? Ну, мир не так устроен просто. Вот у тебя есть, когда убирают опухоль, да, или убирают что-то, любую ткань. Вот я тут буду выступать, показывать мозги, да, вон они висят. Значит, и там есть очаг, который дает команду на то, чтобы эта ткань, соответственно, менялась, да. Вот. И эта ткань, ее убери, но очаг остается, да. А очаг почему остается? Потому что остается боль. Моя боль, материнская боль в данном случае. Так вот, ее надо вырезать. Вот. Как бы я же в глобальном смысле как бы вырезать все к черту, что нам мешает, поставить все нормально. Поэтому опухоль мы не вырезаем, но мы задаемся вопросом, что мы можем с тобой сделать вот с этой боль, да, которая составляет сигнал, с которым мы с тобой работаем, да, вот мой ребенок не получает любви, заботы, ласки. И мы с тобой часть этого пути уже проделывали, да. То есть вот когда мы рожаем детей, ну, женщины рожают, а мы там становимся отцами, да, наш мозг делает с детьми очень интересную вещь. Он начинает идентифицировать с детьми себя. И когда мы в итоге с разными детьми разные части себя, в итоге мы с детьми начинаем, мы вроде видим детей, но при этом проживаем с ними часть своего неосознаваемого психоэмоционального опыта, который мы организовали так, чтобы вот ребенок начал себя вести определенным образом, или мы с ребенком поступили определенным образом, и т.д., и т.д., и т.д., для того, чтобы ребенок снова поднял в нас этот опыт, и мы с ним столкнулись, чтобы он не просто был там где-то в архивах в виде боли, папка большая надписью боль. Вот ребенок поднял боль, и вот тогда у меня к тебе вопрос, если вот сейчас перевести просто вот все, что я сказал, вот казалось бы, понятно, да, там ребенок далеко, я переживаю, из тех сигналов, которые посылает мне он, его траектория жизни не очень благополучна с точки зрения того, как могло бы быть, если бы ты, там, да, рядом была бы забота, да, количество заботы, внимания, включенности материнской, и, соответственно, поведение, и т.д., и т.д., А вот в связи с этим вопрос к тебе. А вот эта боль, которую ты сейчас, должна с которой ты столкнуться, какая это твоя боль из твоего прошлого? Какая история внутри этой боли твоя твоего прошлого, которая должна была вновь вернуться для того, чтобы снова ты ей уделила внимание. Но мы же все начинаем удалять боль. Так, ну, получается, ребенок это боль, да? Ну, как бы, пока так получается. Ребенок источник боли, твой мозг шлет сигнал, он не защищен. Это объективно. Но здесь есть субъективно, смотри, объективно это сигнал, а вот насколько он будет разжигать твою боль, это очень субъективная история. То есть у одной женщины здесь толерантность, то есть чувствительность там высокая, а у другой женщины прямо сразу колбасик, потому что у нее в опыте есть как у тебя, что сейчас наслаживается на ребенка. приходит мне до основа, но я такая вот типа ну нет, но приходит мне то, что наверное это все-таки история с папой, потому что у меня с ним тоже была такая такие ощущения, знаете, как бы вот то, что он есть, как бы что с ним делать, да, то есть потому что там я его очень любила, я к нему очень хорошо относилась, несмотря на то, что там к нему о нем говорили, но он пил, как бы, да, и там по нему постоянно говорили что-то там вот всякая негативщина, которую я вот как бы отмахивалась, типа нет, как бы я это не беру, вот, и наверное, знаете, вот, что схожее, да, в голове сейчас схожее, что с ребенком, что, а что с ним делать-то, как его поменять, да, то есть вот он вот такой вот вот ситуация, вот такая вот, как это все поменять, что с этим сделать, да, то есть как ему помочь, вот это мне. Хочешь сказать, что у тебя сейчас история с отцом и история с сыном затрагивает одну застарелую, очень трогающую тебя боль о том, что я беспомощно помочь близкому человеку мы видим о страдании. Ну да, да, откликается, да. Что с тобой сейчас? Как откликается? На что ты погружаешься сейчас? Ну, такое, знаете, когда хочется плакать, просто и все. Да, когда понимаешь, что ты вот, не говоришь, там, беспомощность, вот я совершенно беспомощность, то есть я ее проживаю, да, то есть мы уже какие-то слова я слышу, какие-то мне там проживаются какие-то они, вот беспомощность, да, в ней могу заострять надолго. у тебя в опыте с отцом, ты, будучи ребенком, прожила очень много беспомощности, потому что он большой, а ты маленькая, а маленькие в этом мире не могут повлиять на больших. Им остается только сидеть и в беспомощности испытывать боль, боль, надежду, боль, защищать, переживать. О чем, кстати, переживать? Если папа такой, и если все говорят, что он плохой, а я его защищаю, я его защищаю, это мое гнездо, мой дом, и я защищаю в нем папу, какая моя боль в связи с тем, что я не могу, я должна и защитить, и помочь, и вылечить его еще от этого всего. Но вылечить ты не ставил задачу, будучи ребенком, но чтобы он, что-то с ним, как я могу помочь, как будто вот это волшебное помочь, ты могла застыть в этом, помочь, помочь, помочь. Я сейчас говорю, ты куда, вот ты там, в этих слезах, в этом состоянии? Ну, наверное, наверное, да. Да, не будем сейчас из этого состояния выходить просто. Пока. Хорошо? Хорошо. Я хочу немножко аккуратно с тобой сейчас почувствовать разницу между детским состоянием, которое было в опыте с отцом. Еще раз, помнишь, там же маленький ребенок, маленькая девочка, она ничего не может сделать. Это мир больших людей, они что-то там делают, и мне остается только переживать за него всем своим естеством и чувствовать беспомощность, как будто бы вот я должна, смотри, я как будто бы научилась жить, наблюдая свою беспомощность рядом с нуждающимся. и болеть всем сердцем, переживать. То есть как будто бы я запомнила эту модель. Как будто бы со стороны посмотреть на эту девочку. Чему она, какой модели научилась? я больше вижу, что у меня картины рисовались, как бы его спасти, да, спасателя я на себя надела. Спасатель? Спасателя что нужно? Что спасал. Ну, как спасти его? его только магией можно было не спасти. давай так, дорогая моя, в своем случае, вот, первая колонка, здесь конкретное биологическое послание, спасти с помощью молока на расстоянии. Твой мозг решил, как спасти, вот он, он выбрал путь. Поэтому я спрашиваю, как, вот какое это ощущение, как я могу его спасти? Вот это ощущение спасти, оно застыло в тебе. Оно застыло, да, и я сейчас спрашиваю эту девочку, маленькую Таню, Тань, Тань, как спасать, как спасти его? Ну, у меня немножко логика включилась опять, вот, и, знаете, я когда проходила родовые сценарии, да, у меня же как раз тогда после этого опухоль-то и началась, ну, там это с ковидом еще было связано, да, не потому, что ваш курс подарил мне рак, как бы, вот, да, обстоятельства такие, то есть там конфликт был, и, знаете, я вот, как бы, просидела почти сутки с этой историей, и я, меня осенило, что папа очень хотел, я запомнила ребенком такую историю, я знаю, что он там хотел, да, вот, я запомнила, что он очень страдал по неродившемуся сыну, мама там делала аборт передо мной, и он все-таки решил, что это сын, вот, и у него была такая трагедия, которую я, как ребенок, это ощущала, что вот, как бы, у него, в этого сына, там, что-то вкладывал свои какие-то идеи, да, что там должно было произойти дальше, и потом я захотела сына, я его высчитала, как бы, чтобы это должен был быть сын, я же решила, что это должен быть дело, я его там высчитала, чтобы вот он родился тогда-то, и я, ну, когда вот этот вот родовой сценарий проходил, я встала и сказала, ну, все, пап, спасибо, как бы, я тебе вот подарила то, что ты хотел, да, а потом там с домом конфликт связанный, который я судилась с его сестрой, там, в общем, у него доля в квартире, была забрана ею, да, как бы, я отсудила эту долю, вот, так получилось, что именно его долю я отсудила, его матери я долю не отсудила, ну, в общем, короче говоря, вот эти вот, то, что он хотел, да, я сделала, то есть, его вот эти задачи. Извини, пожалуйста, я тебя снова возвращаю, я послушаю, что ты сказала. Значит, мягко скажем, себя-то, мягко скажем, обманула, получается, ребенок оказался твоим, папа его не взял, да, получается. Ну, папа уже умер очень давно. Да, я знаю, и я про то, что, оказывается, я ребенка сделал себе, и сейчас, оказывается, с ним надо, оказывается, что-то делать, его, как-то, в свою жизнь интегрировать, да, я, короче, короче, нейронную сеть, о том, что я должна помочь, значит, вырастила, значит, и теперь появился ребенок, и он эту нейронную сеть запускает, нейронная сеть такая, запускает мне изменения в молочной железе, и я такая, твою ж ты дивизию, я тут спасаю, значит, спасаю, короче, да, как бы, что же делать там с этой нейронной сетью? и вот я с тебя туда возвращаю и говорю, вот это вот, сейчас, вот это вот, как ты говоришь, спасатели, вот эта тенденция помочь, она у тебя, она у тебя больная, да, с детства, она болит с детства сам по себе, еще до того, как у тебя появился ребенок, до того, как ты с ним вышла на расстояние, поэтому там, где одна женщина может провести это время, да, там как-то, то в своем случае твой ребенок сел на ту же нейронную сеть, да, что и когда-то, на которой сидел папа, мальчик, мальчик, нуждается, нуждается, помочь не могу, не могу, контекст совпадает, может, поехали. Так вот разница, если возвращаться в реальность, да, вот эти вот, ладно, бог с ней, посмотри, реальность. Вот все же понимаем, да? Все понимаешь, все знаешь, что разобрали. Отказываюсь понимать иногда, походу. Все прекрасно понимаешь. как будто бы этого ребенка, ну, как будто бы себе присвоить, получается, не можешь, то есть, ты не можешь уже себе сказать внутри, что, а мой дом есть уже, все. А нету его. А я его, я его отказываюсь, ну, признать, что я его уже сделал, да, и вот он мое гнездо, и вот мой ребенок, я его уже сделал, и я борюсь с этим фактом, и как будто бы я, может быть, жила жизнь для того, чтобы вернуть этого ребенка к папе, которого давно уже нет, да, и что вся моя жизнь была такая, обманом маленькой девочке, которая, самая обманом маленькой девочке, которая жила и не могла видеть страдания папы, просто не могла видеть, и она сформировалась так, чтобы спасать, спасать свою папу, и самую любимую, важную, защищать его. И эта штука сыгралась в неизлую шутку. Я не могу этого пацана присвоить себе и сказать, все, мое гнездо уже состоялось. Вот такое оно, потому что там, то есть мы можем, ну ты понимаешь, мы с тобой уже много говорили, я не могу, почему я не могу это сделать, ну ты говоришь, вот здесь второй столбик, у меня должно быть другое, правильное, идеальное, иное, свободное, ну какое-то, какое-то другое гнездо, правильное, идеальное, волшебное, там, идеальное, ну вот какое-то там, вот оно должно случиться, я его жду, а это какое-то, какое-то вот тюрьма, а тюрьма, туда пойти, тюрьма. Чисто технически, хорошо. Чисто технически, вот я тебе ставлю первую задачу, да, вот у тебя получается вот эта вот нейронная сеть такая, накатанная в доме детства, она требует, она требует в себе погашения той боли, которая заработана с отцом. что ты сделала с этим, что ты, вот сейчас, когда мы говорили, ты говоришь, подступают слезы, подступали слезы. Сури энергию, эмоции, которые там были, ты там отплакала. Вот если я тебя погружаю туда, в историю с отцом, что там до сих пор живет в тебе, с чем ты там сталкиваешься, что до сих пор там является стрессом, твоим внутренним, болей твоей. Ну, моей внутренней волей там является то, что я видела умного, хорошего, гениального человека, да, как ребенок, и видела, что самореализации там нет. Да, то есть он не смог реализовать весь свой потенциал, все я бы всегда хотела увидеть, то есть у меня там параллельные мои реальности существуют, глава и картинки, в которых я бы хотела увидеть, чтобы он состоялся там, да, состоялся его карьера, чтобы состоялся, там он как муж там, да, может он завел бы семью, да. Хорошо, вопрос, вспоминаем родовые сценарии, вопрос, почему он не смог этого сделать, кто не дал ему силу? Так у него такая семья была, да, что ему это не суждено было сделать, его подарили. Кто не дал ему силу? Родители. Кто именно не дал ему силы? А оба родителя, его отец спевал, то есть отец его научил пить. Отец бухал и привел его в эту историю. А мама и подавляла его мужскую составляющую, то есть она его такая, знаете, как этого котеночка все время пыталась, знаете, подстерить, где он падает, условно, да, то есть он с этим, кстати, очень сильно боролся, но как бы с мамой-то бороться. Вот. Я сейчас делаю примерно то же самое, да, со своим ребенком, то есть я настолько, конечно, его не сисюкала объективно, но условия, которые я создаю, да, я как раз-таки создаю такие же условия примерно, чтобы он не самореализовывался, получается, да, то есть я про это и говорю, и тогда, если мы смотрим, сейчас мы идем в прошлое, смотрим на папу, как мы эту ситуацию назовем? Трагедия. Папа, не, для понятия, что трагедия, нам надо сейчас немножко развернуть эту историю для девочки. Девочка говорит, мне было невносимо видеть, как папа не может самореализоваться, а если мы заменим, и вот так. Девочка такая сидит, и папа ей говорит, знаешь, доченька. Есть такое понятие, как карго-культ. Слышала такое? Нет, запрещу. Карго-культ. Это когда индейцы, которые живут, ну не индейцы, там какие-то аборигены, которые живут на разных островах, американцы замутили такую историю, они их обнаружили там, и начали им сбрасывать грузы с всякой едой там и так далее. Просто летит самолет определенное время, да, и там сбрасывать какие-то... Через некоторое время у них образовался карго-культ. Они создали самолет из этих, из веток там сделали, да, вот, значит, рисовали его, молились на него, успевали его, ждали его, вызывали самолет, думали, что, да, ну как карго-культ. Вот, потому что их приучили к этой позиции, то есть их мозг взял это как единственную стратегию. И твой папа, представь, такой берет тебе и говорит, знаешь, дочка, у меня карго-культ, значит, я не то, что не могу реализоваться, нет, тут, короче, по-другому просто работает. Надо ждать, надо ждать, пока подстелят. Я жду. У меня так же, кстати, да, мне кажется, ну то, что такая стратегия. Я сейчас тебе про то, что, я сейчас не буду в этом месте долго с тобой находиться, я хочу с тобой немножко, чтобы ты проводила работу с этой девочкой внутри. Вот когда тебе папа берет, ставит перед тобой, говорит, дочь, сегодня я бухаю, дочка, папа, папа, ты че, дочка, иди ты нафиг. У меня карго-культ, вот я уже нарисовал здесь, написал на листочке, мама, положил. Я просто жду, когда мне судьба подстелит. Так всегда было. А пока ждем. Дочь, ну ты же там как бы, не надо. Я тебе сейчас поворачиваю эту историю, чтобы ты немножечко поворачивала образ папы внутри, в прошлом, своем, он требует поворот для того, чтобы боль с ним связанная, вот это вот трансформировалось в что-то новое, чтобы во мне как бы, и так, да, какие чувства у меня могут возникнуть к папе, который вот ставит бутылку водки, и вместо того, чтобы у меня не получается ничего. Говорит, ты знаешь, так сильны эти нейронные сети карго-культа, легче сделать соломенный самолет. Это легче, чем реально пойти лейтером. Они карго-культ опасен тем, что они перестали делать все. Они перестали, забросили все, они ждали только этот контейнер на парашюте. Вот если бы твой папа тебе так сказал. Я сейчас это тебе говорю для того, чтобы ты поняла одну вещь, пункт номер один. Мы с тобой его трогали, о том, что если ты поменяешь образ отца в прошлом и породишь в себе, например, злость, например, к отцу и где в этой злости ты скажешь хватит уже бухать. Ты провоцируешь во мне только жалость. Я не хочу жалость. Я не хочу жалости и отчаяния. Все, что ты у меня вызываешь, жалости и отчаяния. Папа, не хочу жалости и отчаяния к тебе. Не хочу, не хочу видеть это все. У меня сильно привяз к папе в этом говорится. Я такая, ну как же, я же так вот она, эта нейронная сеть, на которой сейчас сидит сын. И если ты хочешь вырваться, если ты хочешь сейчас, мы идем с тобой путем, который я бы назвал, знаешь, как назвал бы? Для упертых. Ой, это же я. ну, это я мягко выразился. Ну, у меня мама, если посмотрит, она скажет, как на нас. Я бы выразился еще, да, по-другому, немножечко, помягче, для, для деревянных, знаешь, в том смысле, что, знаешь, извини, пожалуйста, в том смысле, что, казалось бы, вот, тебе уже сама жизнь, сама история говорит, смотри, вот, выбор прям очень серьезный здесь, и ты находишь здесь основание спорить с биологией в себе, да, то есть, и вот тут, я говорю, думаю, вообще просто. Ну, тогда, говорю, ладно, 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 хочешь, спорь, и тогда, что я могу сделать для тебя? Я могу снизить тот стресс, который был там в прошлом, да, связанный с отцом, поменяв нейронную сеть, им созданную, добавив в нее такого, чтобы ты такая прихренела сама для себя, ну, я могу тебе дать направление работы, а ты должна ее там поменять, и если ты ее там поменянешь, ну, например, вот на то, что я тебе, как сейчас, да, сказал, разовьешь эту идею, дашь туда энергию, образ отца и чувства к отцу изменятся, и эта нейронная сеть, на которой сейчас сидит твой ребенок, там будет меньше энергии, но это не значит, что тот сигнал, который он тебе из-за океана шлет, мама, мне тебя не хватает, я показываю тебе, что моя траектория сейчас в жизни, к сожалению, не сулит ничего веселого, показывает тебе твой ребенок, да, и этот сигнал не уйдет, но вдруг у тебя возникнет ресурс, например, передоговориться с собой, сказать, терпим еще годик, например, да, я клянусь, обещаю себе и тебе, сынок, если год нет, ничего не срабатывает, например, я не знаю, я условно беру, я вообще прям, да, какой-то договор с собой вести, тогда, может быть, получится так, что вот та боль, то есть ты отсоединишь прошлое от настоящего, отделишь сына, потому что с отцом, помимо того, что у тебя было много жалости, очень много беспомощности было, и ты уехала, блин, нахрен за океан, чтобы все такие, ну тут правда же ничего не сделать, блин, визу не дали, это же другая страна, реально беспомощность, это, да, то есть реально, вот ты вот создала такую вот ситуацию, где прям реально, как будто вот, ну прям, ну никак не дотянуться, никак не помочь, вот это вот, прям один в один, как он вот, он рядом сидит, но он открывает эту бутылку и пьет, и ничего нельзя сделать, беспомощность тотальная, и выйти из этой детской, детской травмы, я ничего не могу с тобой сделать, в реальность взрослую, я могу, могу. Так, что делать надо, какое упражнение надо делать? Важно мне, пожалуйста, скальпить, сейчас мы тут порешаем. Не, не буду пока ничего упражнений, я не буду говорить, скажи мне, что... Я в любом случае иду на курс, я уже, да, на ваш курс по психологии, психосоматике, новый обновленный, я иду. Ну да, там по-другому будет. Будем вырезать рот же. Цепочки сажат. О да, господи, боже мой, ну да. Но мне очень подходит просто эта амбитафора, мне очень понравилась. Я сейчас в ЕМДР тогда надо будет сходить. Ну ты понимаешь, что я прошу тебя, ты понимаешь, в чем, еще раз говорю, вот у тебя, вот если ты такая упёртая, если ты не хочешь решать задачу, тебе биология говорит, закрой сигнал, ты такая, если я поеду закрыть сигнал, то мне тут хана. Отдельно надо разбираться с тюрьмой, ведь, да, потому что это иллюзия, это чистая иллюзия, это чистый самообман, это прошлый опыт, который говорит тебе, что ничего не будет, у тебя все будет, нафиг, и не будет никакой тюрьмы, и найдешь там, и договоришься, и передоговоришься, и решишь, и все будет, все будет, и сын будет под боком, все возможно. Но идея этой тюрьмы, она тебя достает. Ладно, это из прошлого, это вторая задача. Вот здесь твой ребенок сейчас воспроизвел то же самое, что и в детстве. Вот эту задачу решить надо. Надо отделить ребенка от папы. Папу нужно модифицировать, опыт связанный с папой, его нужно модифицировать, его нужно раскачать, туда нужно добавить такого, чтобы ты прихренела сама от того, чтобы картинка этого развернулась. Я тебе привел этот пример сейчас, да, вот с этим карго-культом, чтобы девочка посмотрела на это по-другому, по-другому, по-другому описалась в себе, и другие чувства возникли, другие чувства, например, сука, злость на папу, ты, ну, конечно, там любовь будет. Ну, и злость-то тоже, которая должна, что такое злость? злость-то чувство, благодаря которым мы выходим из слияния. Ну, у меня, я разговаривала с загибом в желчном пузыре, оказывалось, о чем вы говорите вообще. Вот, она у меня сейчас только потихонечку начала вылезать, как бы, да, вообще, злость, агрессия, вот, как бы, это чувство, оно у меня не очень, оно у меня редко. Вот, и то, что вы говорите, я могу сделать только в каком-то изменном состоянии, да, то есть в медитации, например, да, в трансе я могу представлять такие картины, но вот так вот, как бы, сеть и представить, что там, вот, то, что вы говорите, да, я понимаю, что надо это сделать, но, как бы, так у меня это не работает, я в медитации только смогу. Любой способ, я в целом, понятно ли тебе направление, которое бы я хотел от тебя? Да, я понимаю, в теории, просто слишком много одинаковой эмоциональной истории, связанной с отцом, ложится на историю, связанную с ребенком. В результате, там, где у другой женщины может не возникнуть сигнал, у тебя он возникает, потому что ты, грубо говоря, натренирован. И единственное, что мы можем сделать с прошлым, переоценить его. переоценить, это значит выйти из иллюзии той, в которой была, и там, значит, другие эмоции должны пойти. Вот это место, это единственное, что я тебе могу здесь порекомендовать, да? Второе, второй пункт здесь, если ты упертый, второй пункт для упертых. ты знаешь, значит, мне кажется, у тебя сына сколько сейчас лет, напомню? 11, я вспомнил, 11 недавно. 11. 11 – это взрослый человек. У меня такое ощущение, что… А ты часто с ним разговариваешь? Вот прям разговариваешь, голосом? Ну, время от времени. Иногда прям часто, иногда там, ну, пару недель могу не разговаривать, такое тоже может быть. Ну, сейчас разговариваем. А он такой у нас… Ну, как бы иногда не поймать его, просто не отвечает, а не отвечает, где-то там что-то, что-то как-то, игнорит. Угу. Ты понимаешь, что коммуникация, с ним, это для мозга будет аналог молока. Да, вы мне-то говорили, кстати, я как бы все равно, знаете, в тишину там, но я отправляю, да, в тишину. В тишину отправлять любовь в словах, тепло в словах, добро в словах, о том, как я скучаю в словах, просто говорить с ним, как будто он отвечает. Он отвечает, он не может в 11 лет перешагнуть через обиду, он нуждается в тебе. Но он не может перешагнуть через обиду, боль у него уже тоже накоплена всего и вся, но твоя любовь, она способна это все растопить. и почему я сейчас об этом спрашиваю, ведь если у вас нормальная коммуникация, смотри, существует такое понятие альфа-самка, альфа-самец, и не в смысле там вот это вот популярным, а я имею в виду как дом, да, то есть в любом доме мужчина это альфа-самец, в любом доме женщина альфа-самка, и вот потому что в социумах у животных там есть не альфа, да, у них там стаи, есть альфа, есть не альфа, и вот у альфа всегда есть и у самца, и у самки есть привилегии, которые нет у других, поэтому здесь используется вот альфа как вот такая, тот у кого такая привилегия. Так вот, задача альфа-самки заключается в том, чтобы сохранять структуру гнезда через, внимание, коммуникацию со всеми членами гнезда, потому что в процессе коммуникации Татьяна, ну да, Татьяна, альфа-самка, получает обратную эмоциональную, обратную связь об эмоциональном состоянии каждого члена гнезда. В результате мозг получает информацию, обратную связь через эмоции, благополучие, нормально все. И если этот канал работает, то это канал обратной связи биологической, о том, что мы с тобой соединины. И мне здесь и тогда, и сейчас, когда мы с тобой работали, ну, для меня это очевидно, я тебе это говорил, и у меня вопрос, ну почему? Ну почему этот канал? Ведь ты же можешь закрыть обратную биологическую связь, прям биологическую, о том, что, знаешь, расстояния не будет, потому что я настолько с тобой в рапорте, и тогда у меня вопрос, да, с чем я боюсь столкнуться, там? Ну с чем я боюсь столкнуться, если я... Как бы я... Что-то я упускаюсь здесь, что-то я не вижу, что-то не хватает, но я и общаюсь, и лично общаюсь, и пишу. А если заменить слово общаюсь на то, что, получается, я проживаю в этом процессе? Вот, что, давай заменим вот слово общение мое с сыном, что это за пространство эмоциональное такое? что я там за сигнал получаю? Так, я все-таки считаю, что я отправляю, да, любовь, доброту и прочее, потому что, ну, я ему, в принципе, там, все это пишу. А что я получаю? Я получаю, ну, холодочек, да, потому что он еще не способен, конечно, наверное, выразить свои эмоции, свои мысли. Зачастую я получаю холодочек, там, вот я как-то вам писала, что одно такое сообщение от него было очень трогательное, потому что от меня было заряженное, да, сообщение не просто как бы то, что там я тебя люблю, там, ты пыры-пыры, оно было действительно заряжено после вот нашего общения. И тогда, да, я получила вот обратку, что он сказал, что он не обижается, он обижается на, не обижается, он расстроен из-за обстоятельств, да, жизненных, которые так получили, что папа с мамой разошлись, да, что вот так вот все происходит, вот он как бы на это, за это переживает. вот он сказал, что ни на кого он не обижается, но как бы вот просто хотелось бы, типа вот вернуться назад, и чтобы все было по-другому. Так, еще раз, слышишь ли ты меня до тех пор, пока твой мозг не будет получать обратную связь? Вот смотри, может быть даже не важно, что он через океан от тебя, а за счет коммуникации и соответственно эмоции внутри коммуникации, твой мозг может получить обратную связь, все хорошо. Да, я понимаю, но все хорошо, но он все равно не счастливый такой, вот прям, как бы, да, как хотелось бы. естественно, а что ты можешь ему предложить сейчас для того, чтобы дать ему эту надежду на счастье? что-то такое, что железное будет. Можешь ты ему что-то такое предложить? Ты можешь своему ребенку что-то такое сказать, чтобы это крылья его, и он понимал, где границы этого несчастья его, когда это закончится, и что мама не так, так эдак она сделает. Можешь ты ему эту границу дать? Ну, я ему говорю о том, что в любом случае мы будем вместе, да, то, что этот вопрос все еще решается. Я ему объясняла, что, да, вот, как бы я хотела, чтобы он в школу сюда приехал, да, как бы мы этот план рассмотрели, сказал, что ну не получился, будем, значит, другой план рассматривать, да, чтобы ты мог сюда приехать, и мы будем вместе в любом случае. Твой ребенок сейчас знает, когда эта история закончится? Ну, конечно, нет, никто никогда, никто не знает, когда это закончится. ни я, ни он. Как бы, так, а как, откуда я знаю, когда это закончится? Я не знаю, что я ему скажу. Я не даю ему каких-то вот таких вот мифических. Ну, по родовым сценариям его 11 лет у нас должно быть воссоединение, как бы, по всем, вот, да, повторениям. Да, я тоже со своей мамой воссоединилась, когда мне было 11 лет. Вот, но, как бы, ну и что, да, пока планы-то все равно у меня нету. Сто процентный. Ну, ты понимаешь, про чем я сейчас говорю? До тех пор, пока твой ребенок не имеет четкого, гарантированного понимания сроков и границ, он будет в печали и депрессии, там, грубо говоря, да, то есть он будет неопределен. Все, извини. Но я не могу ему дать обещания, которых я не выполню, соответственно, а здесь, как бы, ну, это твой выбор. То есть, фактически, ты ему говоришь. что я не выполню? Фактически, ты даешь ему сигнал о том, что, ну, я не знаю, когда это произойдет. Он меня спрашивал много раз, когда, когда, а что я ему скажу, когда, да, то есть, тебе сказать, что ему можно сказать? Да, я записываю. Ты знаешь, если в течение вот этого года, например, там, юридически, допустим, давай представим, вот, сынок, юридически здесь можно попробовать второй раз сделать эту историю, там, например, в следующем марте, например, я условно говорю, да, и если, сынок, в марте у нас с тобой не получается, беру покой вещи, уезжаю к тебе, все, или едем в третью, в третью нейтральную страну, вот, прям, берем и все, все, вот, хватит этой истории, сынок, просто хватит, я выбираю тебя, как, какая бы, не была я мать, там, какая, как бы ни было, сколько бы ни накосячила, все, я взяла, выбрал тебя, еду, все, жестко, четко, понятно, дальше февраля, грубо говоря, ты один не будешь, все, сбери этот срок, сейчас, пиши себе на стену большой плакат, дольше февраля это не будет, все, например, можно, можно, но я это не делаю, да, ну, вот, у меня есть вторая часть, вот, все, сейчас, подожди, сейчас, мы с тобой, туда точно сейчас не пойдем, так, смотри, в сторону, в тему тюрьмы мы не пойдем, мы с тобой о ней говорили, значит, это такая история, из которой тоже нужно выпускать много эмоций, много чувств, там, ты боишься, до сих пор получается, ты не можешь создать новый образ, этого пространства, куда, куда ты должна попасть, ты как будто бы застыла, что вот тюрьма и все, ты вот рисуешь себе и убеждаешь, эту историю надо аккуратно разламывать, аккуратно разбирать, трансформировать, выпускать из нее пар, грубо говоря, и т.д., и т.д., в связи с чем, просто сейчас времени технически на это нет, я еще раз повторю тебе вот эту вторую часть, для особо твердых, историю с отцом мы с тобой затронули, да, откуда надо убрать чувства, да, и коммуникацию с сыном необходимо сделать такой, чтобы твой мозг биологически получил обратную связь, я с тобой, я контролирую, я влияю, я получаю обратную связь, я с тобой синхронизирована, я чувствую, что ты чувствуешь меня, я чувствую тебя, и мы с тобой вот так вот в ритме находимся, это можно делать и за океаном, это можно делать, это можно делать и в живом общении, но это не про количество посланных там смайликов, или, я не знаю, мемов, а это про невербалику, про тембр, про интонацию, про глубину, про проживание, про слезы, если они даже есть, чтобы он слышал, да, правду, например, когда у тебя голос надрывается, потому что, или дрожит, потому что сейчас, когда я говорю с тобой, я вижу человека, которому, по которому, мы с тобой говорили об этом, да, по которому вот в общении очень сложно, очень сложно присоединиться к твоим чувствам, их очень сложно почувствовать, то есть у тебя такая форма внешняя, выражение, как-то ты так говоришь, такая интонация, тембр, невербалика, как будто бы эмоционально бедная, то есть там как будто не происходит передачи какой-то, то есть это какой-то твой способ, защита какая-то, я не знаю, что это, не важно, но вот это то, что он может слышать на том конце провода. Понимаешь, почему не может происходить, потому что в самой форме есть какая-то история, и до конца ли я так, когда присоединяюсь к своим чувствам сама, когда с тобой коммуницирую, взаимодействую, холодок и так далее, ну как будто вот все равно тогда говорят, естественно не все равно, естественно не все равно, потому что сам симптом говорит о том, что не все равно, сам симптом говорит, больно внутри, но просто с таким количеством боли внутри жить, это же мозг, он говорит, я тебя спасу от боли, я научу тебя быть нечувствительной к этой боли, и тогда мы модифицируемся и превращаемся внешне в роботов, а потом у нас, соответственно, вылезает какой-то симптом, потому что мы не умеем обращаться с чувствами, с нашими эмоциями, все. Вот это последнее, что я тебе хотел сейчас сказать. Вопрос твой, вот сейчас бы если ты задаешь, если ты задашь вопрос. Ну, уже суммируя, да, я понимаю, что нужно сначала с образом отца работать с его вот этой вот болью, да, что я там не спасатель, совершенно увидеть его по-другому. Ну, хотя бы, да, это то, что ты можешь делать хотя бы на расстоянии, да. Соответственно, дальше коммуникация с ребенком, да, то есть нормальная коммуникация. Чтобы мозг получил сигнал о том, что ресурс переходит туда-сюда, туда-сюда, чтобы функция протоков отключилась, потому что ее можно заменить благополучным сигналом коммуникации. Да. Какие-то еще могут быть вопросы. Вопросы только к себе. Ты как сама сидишь? Я нормально. Ну, я куда-то в режиме робота как бы. Задача приняла, как бы, вот записала. Погнали. Конечно, если я буду переживать, как бы, то у меня ничего не останется. Посмотри, пожалуйста, внутрь. Ну, загляни ты под этот режим робота, ну, пожалуйста, ну, посмотри. Я говорю, что я вот раскопала, я вот, помните, он рассказывал, на дыхание ходила, так я раскопала, что у меня там, да, есть травма, оказывается. Конечно, у меня мозг полностью блокирует информацию, которая наносит мне такую боль. Ну, так представляете, если жить с душевной болью вот такого размера, как бы, она меня поглотит. Понятное дело, что у меня организм блокирует это. И такой, типа, все хорошо, на позитиве. Вот. На позитиве идет. Поэтому я тебя сейчас спрашиваю. И поэтому я тебя сейчас спрашиваю, что там под этим позитивом? Сейчас, я тебя спрашиваю, что там сейчас внутри у тебя, без вот этих вот фасадов? там, ну, естественно, есть конфликт, который я абсолютно согласна с вами, да, что самый простой вот способ взять, поехать к ребенку там и прочее. Но вот в моей идеальной картине мира нужно... ты сейчас возмущаешься или пугаешься больше? Вот сейчас ты спорю, спорю, вот, спорю, я спорю с реальностью, вот, да, я возмущаюсь, да, я возмущаюсь, типа, ну вот как же, мне же нужны там документы для самого. Потому что продолжаю бояться потерять. Да, то, чего нету вообще-то. Я, мной сейчас движет страх. Да, Обман, который, страх, который меня обманывает, что я лишусь. Да. Вот и все. Пока что так. Пока что ты умеешь принимать решения, исходя из иллюзии, потому что я лишусь. Окей. Давай тебе, давай так, ты упертая, но ты, значит, упертая в обе стороны, там, и туда, и сюда, если ты возьмешься, да, ты так же упертый пойдешь. Ну да. На направление. Я в этом не сомневаюсь. Пожалуйста, выздоравливай, береги себя и выздоравливай. То, что могу тебе пока сказать. Спасибо большое. Ваши молитвы, как говорится. Спасибо. Давай, пока. Спасибо большое. давай, доставим. Вот так вот. Ну вот, есть упертые. Поэтому, да, очень много грусти в этой истории, очень много грусти, да, И я переживал очень много грусти, и злился поначалу, и печалился, и отчаяние было, потому что мы же работали с Татьяной, получается, в рамках курса, и все, казалось бы, вот оно на поверхности, принимая решение, но и вот в этом месте я застываю, и это выходит за пределы ответственности, да, моей, но единственное, что вот, уважая клиента, да, я могу идти в рамках выбора клиента, да, идти с ним в сторону уменьшения этой боли и той боли, которая, про тюрьму, которую мы сегодня не трогали, и тогда проясняется дилемма, и может быть, она вообще исчезает, и тогда все решается достаточно быстро и просто. Вот, но, значит, Татьяна, тебе необходимо созревание, пока ты зреешь, это созревание, это рост, это очень большое изменение, которое тебя обогатит 100%, вот, уже, уже, вот, поэтому здоровья, пожалуйста, вот, все, кто хочет пожелать тебе здоровья, пишите в комментариях тоже, да, какие-то свои мысли, может быть, ценные для Татьяны, может быть, кто-то сталкивался с подобной историей, дилеммой, все, чем можете поделитесь, вдруг в этом Татьяне найдет что-то ценное для себя, вот, я вам напоминаю, что 29 октября старт нового, обновленного курса по психосоматике, все, регистрация открыта, я вас жду, все будет совсем по-другому, до встречи, до встречи, до встречи, кем-кем-кем-кем-кем-кл, не покажу,